Вечер дорогие наши зрители! В эфире выпуск программы. День. Люди. События. 24 мая. Пол Маккартни – это одна из самых необычных фигур современного творческого мира. Он занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый успешный сочинитель и исполнитель популярной музыки. Всего с его композициями было продано 100 миллионов синглов и 60 золотых дисков. Песня Естердай была признана самой популярной в мире. Она прозвучала по радио только в США более 6 миллионов раз, исполняли ее 2200 человек. Также Маккартни занесен в Книгу рекордов Гиннеса как исполнитель, собравший наибольшее число зрителей – 184 тысячи – на платный концерт в апреле 1990 года в Риуде Женера. Еще одним мировым рекордом Маккартни было то, что в 1993 году на его концерт в Сидне было продано 20 тысяч билетов всего за 8 минут. В 1997 году Пол Маккартни был произведен в рыцаре британской королевой. К поездке в Москву легендарный Маккартни готовился долго, он даже пытался выучить русский язык. 24 мая 2003 года его концерт состоялся на Красной площади. В течение почти трех часов он успел исполнить около 40 песен. Прозвучали 20 композиций из репертуара Битлз, хиты времен группы Уинкс, а также сольного периода творчества музыканта. Пол Маккартни завершил концерт по пуре из альбома The End. Московские поклонники творчества Маккартни долго не отпускали любимого артиста, и он исполнил на бис песни «Ястерда» и «Бачконтуср». На выступлении присутствовали около 25 тысяч человек. Среди публики были и представители старшего поколения, и молодежь, и подростки. Среди зрителей был и президент России Владимир Путин. Концерт на Красной площади – первое выступление Пола Маккартни в России за его 40-летнюю карьеру. По результатам московского концерта англичане позже сняли документальный фильм «В России с любовью». Сам же музыкант затем еще несколько раз приезжал в Россию с концертами. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.